ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сабадан, базар артисты куны, юхуга той ган, театр, театр, балет артиста Марлен Аджарипов. Селям алейкум. Селям алейкум. Селям алейкум. Как настроение? Настроение чудесное. Выспались? Да. Вот это наш вопрос. Скажите, как выспаться? Особенно те, кто вот люди жалуются, что в понедельник тяжело вставать. Люди творческие. Жить тяжело. Где находишь вдохновение? У нас в понедельник выходной, поэтому для нас это легкий день. Для всех он сложный, для нас он легкий. А рабочая неделя, она у вас как-то... Шестидневная, со вторника по воскресенье. В понедельник мы отдыхаем. Вот у нормальных людей как, да, должно быть, оказывается. Марлен Бей, расскажите нам, пожалуйста, вы как человек творческий, работа у вас очень интересная, артист театра, многогранная. Мы знаем, что ваши работы, ваши выступления были оценены на уровне руководства даже республики. Расскажите нам, как вообще начался ваш творческий путь, как вы попали в театр и чем вы занимаетесь на сегодняшний день в театре? На сегодняшний день я в театре являюсь артистом балета. Творческий путь долгий, с самого детства занимался в ансамбле самодеятельном, развивался в университете культуры. В последующие годы меня пригласили в музыкальный театр наш, просмотреться. И вот с тех пор уже в 8 сезонов я уже работаю в нашем театре. 8 театральных сезонов. 8 театральных сезонов. Это 8 лет или... Ну да. 8 лет, 8 театральных сезонов. Каждый год 1 театральный сезон. Невероятно. За это время сколько... Какой репертуар уже был? Сколько постановок? Ой, было много. Наверное, на пальцах не пересчесть, по-моему. Какие заслуги? Расскажите нам. А вот за последние годы какие победы, какие вершины взяли, какие планируете только покорить? За предыдущий год я был удостоен государственной премии Республики Крым. Был удостоен наш спектакль-мюзикл по пьесе Пушкина «Дубровский». И одним из лауреатов этой госпремии сделали меня. Вот. А, ну мы тогда вас поздравляем еще раз. Еще раз поздравляю. Вы добиваетесь уже таких высот награждения главой Республики. А хотелось еще такой момент уточнить. Все-таки награды, они всегда как бы возвышают человека. Но опять же есть такие моменты, когда нужно быть более самокритичным. Я так думаю. И как вы относитесь к критике? Критикуют ли вас? И как это происходит? Ой, к критике, к самокритике отношусь очень хорошо. Я очень самокритичный человек. Я стараюсь после, не после вернее, а во время спектакля просить своих коллег, чтобы снимали видео, чтобы можно было после спектакля прийти домой и сделать анализ проделанной работы того иного персонажа, которого я играл, технику исполнения, чтобы можно было видеть свои ошибки, где что можно добавить, какой нужен характер и так далее. К критике отношусь хорошо, потому что мы не идеальные все. Поэтому нам есть куда работать, нужно расти. Поэтому критика – это очень хорошо. Как сотрудничество с балетмейстером, режиссером проходит у вас? Расскажите, наставляют ли они вас, что они вам говорят, и важно ли их мнение, и помогает ли оно развиваться? Их мнение, конечно, важно. Наверное, на первом месте это мнение балетмейстера и режиссера. Они не только делают замечания, но и какую-то похвалу. Если делают замечания, то это значит сигнал о том, что нужно обратить внимание на либо технику своего исполнения, либо на образ своего героя. Если они хвалят за работу, это еще такой стимул работать лучше, чтобы завтра балетмейстер или режиссер не разочаровался во своей похвале. А с другими вот артистами как обстоят дела? Вот сейчас, вот честно говоря, у меня немножко такой человеческая зависть, может, сейчас вот в голове вот задают такие… Давай, давай, раскрой. Не то чтобы я завидую, хотя я завидую, человек в театре играет, да, я как бы… Тоже хотел бы. Хотелось бы, да, немножко. А все-таки зависть, она такая немножко, вот именно в общем понятие зависти. Вот такой вопрос. А вот в коллективе как обстоят дела? Вот после того, как вас наградили, вот отношения в коллективе улучшились или наоборот? То есть зависть появилась или упреков не было таких? Или хотя бы вот дружеских подколов, вот таких шуток? Нет, ну это как бы дружеские подколы, это шутки. Оно в любом случае присутствует не только за мои награды. Это мы всегда друг над другом шутим. Вот. А как бы отношение ко мне не изменилось, ну в худшую сторону, только в лучшую сторону. Более взрослые артисты гордятся тем, что молодое поколение достигает чего-то. Более молодые артисты, которые приходят, знают, куда тянуться, чтобы человек отработал несколько лет, получил награду. Так, я тоже буду работать усердно, чтобы меня тоже заметили и тоже достигну каких-то высот. Марлен Бейк, как сказал Али, коллектив, да, это не только там какие-то дружеские моменты, моменты за кадром, да, как мы говорим, телевизионщики. Насколько важна именно работа команды, потому что, например, придя в театр, мы иногда видим на сцене главных героев, второстепенных, но там работает большая команда, колоссальная. Расскажите, вот как вообще, как команда театра, какие отношения между собой и насколько важна вот эта единая целостная система? Это, наверное, очень важный фактор, потому что театр – это, в первую очередь, семья такая, одна большая. Независимо от того, что ты артист хора, артист балета, артист оркестра, у нас есть совместные проекты, где мы полностью должны, чтобы спектакль состоялся, мы должны стать единым целым организмом. Это очень важно для нас. Если кто-то пытается выйти вперед, не то чтобы выйти вперед, у нас есть и лидеры, есть и те, кто артисты массовых сцен, но нет такого, чтобы человек, который играет главную роль, плохо относился к человеку, который стоит в массе, к примеру. Поэтому вот этот момент у нас очень хорошо, потому что мы такое единое целое. Ну и старшее поколение делится опытом, помогает, да, они всегда, если где-то что-то не получается, они всегда подходят, они видят то, что человек в какой-то растерянности, подходит, всегда дают какой-то совет, помогают в чем-то насчет этого, у нас с этим все в порядке. А к вам, молодые, подходят? Да, подходят. Уже тоже вы стали частично наставником? Ну, стараемся показывать хороший пример, чтобы они видели то, что мы работаем, чтобы они хотели так же работать, чтобы вот для них мы были каким-то эталоном. Если говорить о танце, да, например, о движениях, насколько тяжело и всегда ли получается передать характер, например, персонажа, если, например, нет реплик, да, вот, посредством танца и движений, как нужно работать так, чтобы до зрителя донести характер персонажа? Ой. Довести до зрителя, например, своего героя, ну, получается практически всегда, потому что перед тем, как выйти на сцену, отработать ту или иную роль, это очень большие труды, несколько месяцев ты работаешь над своим персонажем, вплоть до того, что становишься в пустом балетном классе напротив зеркала, и часами отрабатываешь тот или иной характер, либо влюбленный, либо ты полководец, вот, либо ты играешь какую-то шуточную роль, поэтому... Важен и взгляд, и харизма, да, безусловно все это... И как-то переживать, да, вот эти моменты, то есть... Да, вот персонаж, которого, например, героя, которого я играю, которому мне доверил балетмистер или режиссер, мне нужно его понять, через себя пропустить, если понять, вот, что вообще этот персонаж, вообще, что здесь должен сделать, что он должен, что он из себя представляет, если его понять, то уже изнутри оно само потихоньку начинает выстраиваться, и зритель понимает то, что ты, ну, ты хочешь показать. Какая у вас творческая мечта? Поделитесь ей, пожалуйста. Если да, какая-то цель, которую вы видите. Ну, мечта, цель, конечно, есть, но... Давайте, наверное, я с вами поделюсь с ней тогда, когда она исполнится. Угу, пообещайте нам, что... Ну, я обещаю то, что, когда эта мечта исполнится, вы узнаете об этом первое место. А с какой скоростью вы приближаетесь к своей мечте? Да, чтобы мы знали, когда вы позвоните и узнали. Марлен, с волосы? Когда вы ее так загадали, так сказать, поставили перед собой цель, и тут вот сейчас... Ну, я поставил перед собой эту цель, когда только пришел в театр. Так, 8 лет уже прошло. Так, ну, это еще не конец, это только начало. А, так еще больше ждать придется, да? Конечно, конечно. Марлен, ну, давайте как-нибудь так вот, чтобы как-то побыстрее, мы не знаем... Мы желаем вам, да, главное, исполнение вашей мечты, это самое важное. Над чем сейчас работаете? Какие творческие планы вот на ближайший театральный сезон, как вы сказали? Ой, сейчас, честно говоря, я даже не знаю, нам еще министерство не давало планы на будущий год. Но в этом году мы уже выпустили несколько премьер, там мы выпустили мюзикл «Мост над рекой», сказку Чиполина, и выпустили музыкальный спектакль «Боу Марше» и компания «Покоренной любовью». Угу. И, то есть, это в любой момент можно увидеть уже в театре. Да, конечно, да. Замечательно. И в завершении, в завершении пожеланий для наших телезрителей. Ой, нашим зрителям чего пожелать я могу? Могу пожелать любви, семейного благополучия, мирного неба над головой. И, конечно же, мы ждем на наших спектаклях. Всегда рады вас видеть. Приходите, пожалуйста. Чёксахунс. Семейного благополучия. Вот сейчас один момент перебью, пока вот не закончили. Семейного благополучия прозвучало. А вот вы говорите, так много репетиций, репетиций, репетиций. На семью время остается? Остается, но очень-очень, к сожалению, мало. Да, очень мало. Бывает такое то, что вот он один-единственный выходной, понедельник, я вот сегодня здесь, к сожалению. Чёксахунс, мочи сады. Родителям попасть не могу. Она, оба, вы, наверное, меня простите. Мы им передаем тоже селям и сады, что пришли к нам, что важные часы, эти дорогие часы для вас потратили с нами. Мы уверены, что телезрители остались довольны нашей встречей. Мы, конечно же, им предлагаем и приглашаем их посмотреть уже ваши спектакли. Чёксахунс, что пришли к нам. Хорошего дня. И за то, что зарядили нас хорошим настроением, позитивом. Чёксахунс. Ве, ишлер, мазде, муафа, хэ, тэ, лемас. Удачи, успехов и до новых встреч. Саванасовский. Саванасовский.